Дошли до того места, где впадает река Минчо. Как раз вот здесь стрелка реки По и реки Минчо. Река Минчо богата рыбой, водится крупный карп, крупный сом. И вот здесь как раз это такое историческое впадение, такое знаменитое впадение реки Минчо, потому что это место является меккой для итальянских рыбаков. Это дно. Я зацепил за что-то на дне. У Юрия был зацеп, и как раз это свойственно весне, потому что река своим мощным течением размывает берега и увлекает за собой и деревья, и камни. Поэтому здесь очень легко именно в весенний период обо что-то зацепиться. Но нам помогает электромотор. Электромотор практически всегда работает и как-то нивелирует вот эту вот мощь течения, помогает нам бороться с течением. Новый проход, новый монтаж. Мы увидели на экране эхолота двух-трёх крупных сомов. Теперь мы будем ловить с более тяжёлым грузом 250 грамм. Мы также увеличим дистанцию от первого крючка до грузила. Как я уже говорил, итальянские сомы очень привередливы. Поэтому мы замедлим скорость нашего сплава по течению с помощью электромотора, чтобы оставаться дольше над рыбой и дать саму больше времени для подготовки к атаке на нашу приманку. Ведь течение здесь очень сильное, и без этого нас быстро снесёт с перспективной точки. Теперь нам нужно поставить нового карася, более живого и активного, и сделать ещё один проход по тому месту, где мы увидели сама. Это такой же монтаж, что мы и применяли ранее, с маленькими силиконовыми трубочками, которые закрывают участок от первого крючка до грузила. И здесь, как и в предыдущем монтаже, маленький тройник. Не слишком ли маленький крючок для большого сома? Он маленький, но очень прочный. Его невозможно разогнуть. А маленький он потому, что, как я тебе рассказывал, чем меньше металла будет в нашем монтаже, тем больше вероятность того, что сом атакует нашу наживку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, один! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красный карась в работе. Ты должен оторвать сама от дна, так как на дне деревья, камни и прочие препятствия, за которые он может зацепиться и оборвать леску. Если честно, я сейчас просто нахожусь в прострации, потому что так мной ожидаемый сом реки По наконец-то взял, и я его практически уже достаю, оп, вот он. Я хочу сказать, что я долго к этому шел, и наконец-то моя мечта осуществилась, потому что такие хищники, которые водятся в этой реке, они очень редки в России, то есть, конечно же, можно поймать не меньшего сома и в России, но... Посмотрите, какой красавец. Сейчас мне нужно аккуратно его доставить. Он очень большой. Нужно зайти с другой стороны, чтобы взять сома. Поднимем сома на борт с другой стороны лодки. Вот это громадина! Сом, я думаю, что больше двух метров, и он обычного цвета, в отличие от реки Эбра. Пятнистый, коричневого цвета, ну, однозначно больше двух метров, я думаю, что, ну, килограмм шестьдесят точно есть. Взял на красного карася. Мы с Юрием поменяли монтаж, поставили более удлиненный монтаж, который позволяет работать с карасем, то есть, большая степень свободы у рыбы. Адреналин прям... Ну, это здорово, здорово. Спасибо. Спасибо, спасибо, мой друг. Добро пожаловать на реку По. Здорово, здорово, просто здорово. Сом огромный. Он более двух метров двадцати сантиметров. Он более восьмидесяти килограмм. Это настоящий бык. Это вкусно. Это вкусно. Мы посадим его на кукан и дадим ему немного времени, чтобы он восстановился после нашей с ним борьбы. Потом мы достанем его из воды, приготовим фотоаппараты и проведем быстро нашу фотосессию, чтобы после этого его отпустить, так как саму нежелательно долго находиться на открытом солнце. По этой же причине мы не будем поднимать его в лодку, а оставим его в воде. И тогда никакого дискомфорта, вызванного прямыми солнечными лучами, этот сом не испытает. Фотосессия будет проходить на том же острове, рядом с которым мы останавливались в самом начале программы. Река подарила нам встречу с этим гигантом. И благодарность за это мы отпустим сама обратно водоем, сделав на память несколько снимков с его участием. Для того, чтобы провести фотосессию с рыбой, в обязательном порядке присутствует специальная подстилка. Для того, чтобы не травмировать рыбу о берег, о какие-то камни, сучки, стелется подстилка, она смачивается водой, и только после этого сом затаскивается на берег. Ну а теперь мы приступим к самому, наверное, приятному. Для чего все это? Это измерение и фотографирование, чтобы осталась память о столь приятных, интересных моментах в нашей жизни. Как ты заметил, окрас самов реки Бо отличается от их собратьев, которые обитают в Роне или в испанской Эбре. Здесь мы видим характерный мраморный оттенок с небольшим вкраплением оранжевых пятен, а также зелеными и черными оттенками на спине. Эти цвета, преобладающие в расцветке самов реки Бо, имитируют то, что окружает их в этом водоеме. Например, камни и песок на дне. Вот почему у самов реки Бо именно такой окрас. А вот во время половодия, когда уровень воды заметно поднимается, ее цвет становится коричневым, окрас самов меняется и становится более оранжевым. И это самая великолепная расцветка. Еще одно отличие, характерное для самов реки Бо, заключается в их более мощной мускулатуре, относительно других видов, живущих в Европе. Если ты посмотришь, то везде увидишь сильные и развитые мышцы, от макушки и до кончика хвоста. Это обусловлено тем, что течение в реке Бо очень сильное. Оно в два раза мощнее, чем на реке Рона. И для того, чтобы плавать в таких условиях, нужно много питаться и иметь хорошую мышечную массу. Ты видишь, что размер этого сома более 2 метров 20 сантиметров. Он очень тяжелый, весит более 80 килограмм, так как у него огромный желудок и большие мышцы. Специально для телеканала «Охота и рыбалка» проект «Самы Европы» ведущий Вадим Подложенов.